Запись. И у нас тема барокко. Барокко я разделила материалом, конечно, неделимым с одной стороны, но с другой стороны я пошла по региональному пути. И мы будем слушать с вами барокко Рима, барокко Венеции, барокко Турина, северная барокко, и обзорненько о барокко Сицилии. Это совершенно разные явления. Что такое барокко, вы видите на слайде. Да, я попрошу так отходить, и тут иконки своих лиц. Что такое барокко? Это стиль европейского искусства, архитектуры. Другое название – это, можем мы сказать, художественный стиль. Такие художественные стили, в основном архитектурные, мы с вами уже изучали. Романский стиль мы изучали, готический стиль мы изучали, ренессансный стиль. И вот следующий наш стиль, художественный стиль – это стиль барокко. Сформировался он опять-таки в Италии, и достаточно раньше, чем у других он сформировался в Италии, в самый конец XVI века. И правильно говорят, что позднее возрождение, его живопись художника называют манеризм, нечто манерное, вычурное, это уже более чем наполовину почти барокко. Четкого перехода нет, конец XVI века, возрождение превращается медленно, через манеризм медленно трансформируется в барокко. А в остальном Европе этот стиль наступает позднее, это XVII век, XVIII век, и дальше его сменит другой стиль, который называется классицилим. Сам термин барокко восходит в фортугальскому и романскому форме, который обозначает уродливую, некрасивую, жемчужину. Почему его выбрали? Потому что хотели подчеркнуть, что это что-то неправильное, причудливое, ни на что не похожее, на что ни на что не похожее, но предыдущий симметричный, гармоничный, четкий ренессант. Какие три исторических фактора способствовали возникновению вот этого пышного, богатого, роскошного стиля барокко? Это, во-первых, консолидируются современные европейские страны именно в монархию, и там возникают очень богатые, очень мощные королевские двора, но и в Италии. В Италии папский город, и он тоже богатый, и деньги в правительство вкладывает. И мало того, что вкладывает, католическая религия в эпоху барокко будет претендовать на такую всемирную власть духовную, и начнется сильный конфликт, соответственно, в XVI веке с протестантами. И еще театр вдруг начинает развиваться в эту эпоху, и вот эта любовь, вот эта повальна к театральным декорациям, постановкам, сценографии, оно каким-то таинственным образом отражается в архитектуре. Мы говорим, что архитектура барокко театральная, мы как будто бы присутствуем на сцене, но главный действующий персонаж – это архитектура. Она очень зрелищная, она рассчитана, чтобы ее рассматривали, и в ней есть, как и ни странно, некий драматизм, некий конфликт, некая напряженность, некоторое действие, то, чего, конечно же, в симметричном ренессансе не было. Это стабильность, это покой, это гармония пребывания в этом покое. Так, это я сказала, это я сказала, значит, и в Италии все это начинается. Какие характеристики? Ну, здание барокко вы не перепутаете ни с чем. В основном это храмы, конечно же, у них есть и светские. И барокко на территории России, мы смотрим где. В Санкт-Петербурге, мы, конечно, смотрим. Вот Собор Смольного института, вернется на слайде. Такие характеристики, ну, вы их видите на слайде. Вот, здание барокко всегда будет подавлять вас своей грандиозностью, то есть огромные размеры. В нем будет все подчинено стремлению произвести на вас эффект. Некая театральность, как будто вы сидите вот перед сценой, и на ней какие-то красивые красочные декорации. Он будет пышный и роскошный, то есть дорого-богато, яркие цвета, очень много литмины, скульптуры, пилястр, колонка, золотое. Вот когда вас заребило все в глазах, это барокко, не сомневайтесь. В нем есть некоторый динамизм, то есть здание как-то состоит из многих сегментов, которые как будто бы переходят друг к другу, перекликаются с друг к другу. То есть идет какое-то вот такое архитектурное действие. Что странно, так как архитектура – самый такой статичный вид искусства, как пространственное искусство. В нем есть какая-то напряженность. Вот та гармония, о которой молились возрождение, она как раз, к сожалению, утеряна, и это испытывается как конфликт. Ну, например, посмотрите на этот фронтон. В возрождении был бы он аккуратный, ровный треугольник. А здесь он не только треугольник, а некий овал, да еще и разорванный. Вот что-то идет, какой-то напряг идет во всей композиции, то там, то здесь. Контрастность. Если есть возможность сделать контраст, ну, в основном, цветовой это будет контраст. Ну, здесь на данном слайде это небесно-голубой и белый. Его сделают. В Риме, мы увидим, очень будут любить полихромный мрамор, многоцветный мрамор, и вот будут создавать контрастность. И за счет мрамора в интерьерах, и за счет света тени во фресках. И свет тень будет контрастировать на фасаде. Ну, и общее впечатление чего-то пышного, роскошного, богатого, много литни и зелота, но и нагроможденного. Что-то вот как будто бы это делали архитекторы Возрождения, у которых проблемы, они не смогли вовремя остановиться и лишнего нагромоздили. Вот, чувство вкуса им изменило. Вот, и все-таки достаточно такой разноцветный, цветистость некая. То есть вот эта роскошь, пышность имеет побочный эффект, что всего чересчур много оно нагромождено и оно цветистое. Вот, ну, еще что сказать оборонка. Много будет украшений, литни и скульптуры позолоты. Театральность будет не только снаружи, но и в интерьерах. И будут любить криволинейные формы. На фасаде собора не очень было видно, но вот лестница. Ни одной прямой линии, она вся изгибается, куда-то идет и нас ведет. И вот на смену симметрии, пропорции, гармонии приходит иногда намеренная асимметрия. И, ну, мы говорим, парадокс или диссонанс. То есть какие-то неожиданные ноты, которые противоречат экономической симметрии. Вот, любит воровка всякие гнутые линии и по возможности делает гнутые линии волнующиеся стены. И любимая форма воровка, она, правда, не всегда достижима в архитектуре. Это овалы. Если возрождение любила куб, квадрат, ну, худой конец прямоугольник, равносторонний вечерский крест, к которому стремились мы сюда. Это, в общем, центрические планеты, симметричные здания. То есть здесь стремятся к овалу и к чему-то текущему. Вот. Ну и внутри, в интернерах обязательно будет много позолотой, такая тяжеловесная роскошь. По каким архитектурным деталям мы увидим, что перед нами барокко? Все то же самое, только поконкретнее. Во-первых, будет много золоченных деталей. Вот здесь прямостились они на куполах, на филястрах. Карнизы будут не прямые, как мы привыкли к Палацу Возрождения во Флоренции или в храмах, а они будут так называемые фигурные карнизы, иногда их называют ломанные карнизы. Вот прямая линия – это оскорбление для барокко. Эту линию надо всячески изломать. В идеале сделать ее волнообразную, придать ее волнообразную форму, но это трудно. Вот. Ну вот хотя бы сделать такой фигурный, вуе-черный, нагроможденный карниз. Вот. Богатая лепнина. Ее делают, ну, в основном из букса. Окна будут разной конфигурации. То такие, то более узкие, то вот любимый барокко овал примастился. Они будут разной конфигурации, разных размеров. Наличники будут пышные и сложные. Вот когда вы видите богато украшенный наличник, это, конечно, для барокко. И любимый барочный прием, я, в общем-то, по нему определяю, барокко предо мной или нет, это пучки, колонн и пилястр. Если бы возрождение поставил, поставил бы здесь вот одна колонна, вторая колонна и хватит. А дальше бы на фасаде делала пилястр. Потому что колонна здесь не нужна, она ничего не держит. Это чисто декоративный, держит спина. Вот. Это чисто декоративный элемент. Вот. И парочку при входе хватило бы. Но не таково наша барокко. Оно говорит, это не дорого, не богато. Надо несколько колонн. Чтобы все видели, что у нас есть сила, власть, деньги, гений архитектора. Мы сделаем побольше колонн. И вот такие прям букетики из колонн, которые мы называем пучки колонн. Это если колонна круглая. Если она такая плоская, то называется пилястра. И пилястра тоже одной, кажется, маловато. Лучше сделать несколько, видите, пучки. Вот. И богато украсить лепнины. В общем, когда вас зарядило все в глазах от обилия колонн, пилястра, плитнины, позолоты, деталей, кругом разнофигурные окна, это, скорее всего, барокко. Вот. Ну, немножко повторюсь. В самых своих крайних проявлениях барокко, это вот Конческо Борони, мы о нем сегодня поговорим, вот он везде делает свой любимый овал. вот как украшение фасада. И как внутренний план, внутренний купол мы увидим, будет овальный. Волнистую стену он делает, вообще стена должна быть в архитектуре прямая, как в аксиома архитектуре. Ну, это баромений барокко не смущает. Вот он изгибает стену немыслимой волны, получается, такое каменное море. Вот. Там, где есть выбор ставить пилястры, декоративные или колонны, барокко выберет колонну. Почему она богаче, она рельефнее, она будет давать цветы оттеней. Ну, или колонны, или полуколонны. Все будет украшено богатыми украшениями в виде таких вот рельефных завитков. Будет много скульптуры, она будет утоплена в нишах, чтобы создавать свет и тим. Ну, и огромные окна, двери, порталы, и все будут разной формы. И берет любимый, как бы, деталь барокко. Посмотрели они Виолио Батиста Альберти, Санта-Мария, новелла. Сейчас я забытое вами. Это итальянская, так называемая, валюта или завиток. Потому что фасады к рамам будут двух ярусов. И вот верхний, более узкий ярус, чтобы он не был как шейка у динозавра. Знаете, головка у динозавра Лох-Несского чудовища с шейкой тоненькая, а тело огромное, это диспропорционально. Поэтому вот эту головку шейка ее как бы расширяют за счет чего? За счет вот этих валют. Сейчас мы это все увидим на церкви Ильджизу. Вот так это выглядит на фасаде. И скорее всего, если вы видите валюту, это барочные элементы. Вот откуда они ее подсмотрели. Здесь, напоминаю, Альберти работал уже с готовым фасадом. И была диспропорция между низкими, широкими, боковыми мехами и достаточно высоким готическим мехом основным. И вот он сглаживает. То есть так вы берите вот эти валюты, и будет тонкая вот эта шейка на квадрате. И он сглаживает этот объем. Получилось неплохо. И вот барокко берет это на вооружение, будет штамповать эту валюту абсолютно везде. Так, ну это посмотрите какие-то стихи о барокко. Мы говорим, что барокко родился во многом под кризис гуманистического ренессансного возрождения. Уже больше не верит, что природа человека добрая, что в мире царит космос, закон, порядок, выраженный математических пропорций, что человек мирил из всех вещей, как-то вот в идейном плане возникают определенные сомнения, исчезает уверенность в таком положительном начале жизни. Но приходят другие качества. Человек немеет в удивлении перед тайными мирозданиями. Например, он букашка, мир огромный, велик, вообще-то и все не познавая. «Удивляться я привык, как безмерно мир верит». Ну и возникает общее такое дистанциальное, что ли, разочарование в том, что можно познать смысл жизни, ее разумность. Вот самая знаменитая цитата Шекспира, что жизнь тем немалетная фиглярка, то есть актер, низкого шумящего на подмостках и через час забытый в себе. «Сказка, густа глупца, богатая словами и звоном фраз, но нищие значения». Прозаически эта цитата знаменитая переведена по-другому. «Жизнь – это сказка, рассказанная дураком, полная шума и ярости, но лишенная смысла». Ее, кстати, Фокнер взял про эту инфекципату, как заговорился, замечательно, произведение «Шум и ярость». Но речь сейчас не о том. Давайте посмотрим тоже из барочного поэта Джун Дон. Самый, пожалуй, известный, любимый в 20 веке из барочного поэта, помимо Кальдерона. Так много новостей за 20 лет и в сфере звезд, и в области планет. На атомы Вселенная крошится, все связи рвутся, все в куски дробится. Основы расшатались и сейчас все стало относительным для нас. То есть мир огромный, непонятный, растекающийся во все стороны, распадающийся на много фрагментов. Конечно, мир никогда не распадается, но мозг человеческий не может, разум не может это охватить, и люди это понимают. Но мы с вами не будем гибли так глубоко залезать. Нас из художественно-стилистического направления барокко интересует... Что нас интересует? Нас интересует архитектура. И, конечно же, стиль барокко родился, вы удивитесь, может быть, и нет, в Риме. И тот Рим, который мы любим, смотрим, обожаем, это, конечно же, Рим эпохи барокко. Это самый-самый конец 16 века, но полный расцвет римского барокко – это 17 век. И чуть пораньше Италия начинает, чем вся Европа, и задаёт опять моду, архитектурную моду. Что и Рим, который мы любим, который мы смотрим, вот эти роскошные римские, пышные римские соборы, куда мы летом заходим, отдыхаем в их прохладе, любуемся их богатством, роскоши, великолепия, ноготипием – это, не сомневайтесь, это барочные шедевры. Второй слой, который мы смотрим в Риме, как уникальная, как говорится, римская античность. Ну и вторичными являются и неоквасицизм, и эпоха фашизма. Какая основная характеристика барокко, вот именно Рима? Что ему давалось, то, что не давалось другим? Вот это стремление к изогнутым линиям и всяким овальным композициям, очень изощрённым в плане, тут особенно, как Францеско Бурамини отличался, в здании, богатыми материалами внутри. Ну вот, на слайде представлено олипатро фунтана, он как раз очень строгий и белый, но тут вот очень сложный план. Уполовальный, дальше идёт равносторонний крест и волнистая такая вот основная, как бы три яруса. В других рамах мы увидим, обычно они в многоцветном раморе, каждый квадратный, не то что сантиметр, миллиметр заполнен вот этим рамором. Ну, очень дорогой, конечно, материал. Но мы помним, что барокко родился в Риме, здесь же он пережил расцвет, ну, буквально где-то лет со, и потом канову лету. И действительно, барокко других стран, и испанский, и английский, особенно в петербургской, совершенно другой имеет облик. И я бы сказала, что барокко в Риме действительно смелее по вот замыслу архитектуры. Сделать волнистые стены, овальные, или там шестиугольные композиции, на это мог отважиться только очень серьезный архитектор. Начиналось всё скромно, никто это барокко не называл, начинался это Кьезо дель Джизу, которого для этого сетей в те времена. Вот, видите, самый конец 16 века. И работали два прославленных архитектора, мы их видели, нескольких, это собора святого Петра, это всё одна компания. Джакмодо Вильёло и второй Джакмодо Лапорто. Основным, кстати, монашеским орденом во время барокко становятся и езуиты. Орден, названный в честь Джизу. Это самый образованный орден, который будет донести чистоту и жизнеспособность католической веры. И до сих пор представители этого ордена получают самое блестящее образование. Лучшее у гуманитарь образование, и какое-нибудь нормальное, Парижа, а это вот как раз орден езуитов, правда, в основном в своей области теологии, но они подкованы великолепно. И вроде бы мы видим классический фасад ренессансный, но что-то начинает с ним происходить. Во-первых, мы смотрим. Во-первых, многовато пилястры. Вот они полуколонны плоские, многовато их, это раз. Второе, что-то начинает происходить с ровным карнизом, который должен быть идти как вот ровная прямая линия. Нет, он начинает становиться ломаться, и становиться фигурным. Зачем-то двойной фронтон. Ну, при уголке мы ожидаем со времен пантеона везде. В общем-то над ним вот овал появляется. Второй ярус. Опять много-много пилястр, перебор. Опять этот фигурный карниз. Ну, что еще? Ну, вот, в общем-то, и все. То есть идут, и вот появляется такой вот овальный какой-то, непонятно зачем, картош. Ниши глубокие достаточно, которые вот тут как раз куру вынули очень хорошо, но видим, насколько она дает света тень. Вот такая церковь Джезу. И вот она, валюточка идет. Классическая валюта, который сглаживает переход от более узкого верхнего яруса к более широкому стороне. И вот этот фасад, он не вполне уже ренессансный, но не совсем барочный. Возьмут как штамм, как образец, и будут его делать с разными вариациями во всех барочных треклях. Тут будет царить удивительное и единообразие. Ну, валюту напоминаю, как бы Джакумо де ла Порта смотрел, конечно же, на церковь Санта-Мария-Новелла во Флоренции Леон Батиста Альберт Фасад. И делал, как им казалось, то же самое. Вот сравните две вещи. Смотрите, сколько колонн. Раз, четыре колонны в первом ярусе. Здесь их раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. То есть лес колонны пилястр стоит на посаде. Скульптура в нише, кстати, ой, это ремьерный свет и тень. Здесь этого нет, здесь инкруктуруционный вот этот сильный посад. Смотрите, какие ровные карнизы везде здесь, и пошли фигурные здесь. И, конечно же, пышный получился. Здесь буквально четыре очень плоских пилястры, вот просто они, торчатые нарисованы. Здесь пилястры раз, два, три, четыре, еще две колонны в пиклу, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот фигурный карниз и этакие здесь фронтоны между вторым и первым этажом. Их даже два. То есть, вроде бы, человек делает, ну, условно говоря, пустую копию с ренессансного фасада, получается что-то совершенно другое. А в дальнейшем, когда вот пойдет вот этот образец, очень понравился, его стали рекродуцировать. А дальше, вот мы видим церковь Джезу, внутрь которой мы зайдем, с чего начинал барокко. И вторая, Санта Ниацю Ди Лайова, святого Игнатия Лайова, это святой покровитель ордена иезуитов, они уже опираются на фасад существующей своей же иезуитской церкви и Джезу. Вот. Ну, смотрите, вот тут уже пилястры собираются, пучки, совсем не просто щегурные, а просто ломаный карниз. На втором этаже такие рельефные становятся и пилястры, и колонны в пучке. Очень выразительные капители, естественно, только Каринского ордена, Сталин и Катя. И смотрите, какой ломанный, вроде как треугольный, в общем, конечно, какой, получается вот фронтончик. И вот он недаром кажется, как будто бы потемнее, потому что благодаря вот этим углублением и выступом на нем играет светотень, и он получается такой выпуклый весь и рельефный, в отличие от более плоского и в джезу, и, конечно же, в отличие от совершенно плоского Санта-Мария-Новелла. Ну, это описание фасада, оно все есть, вы читаете. Внутри, внутри пошли барокко по интересному пути. будет в основном соборы будут однонефными. И выглядят они в плане так, как базиликальный план вытянутый, но основная масса народа будет стремиться с транцептом, транцепт не сильно выступает. И вот эта часть средокрестья с транцептом будет достаточно объемным. Для чего? Чтобы люди стояли на службе как можно ближе к алтарю. Ну, а чтобы пространство не казалось, чтобы все, условно говоря, в идеале помещались в центральном нефе, а не распекались по боковым и видели алтарь и службу. Но чтобы не казался собор узким коридором, как бы вот такую идею двух боковых нефов оставляют, но на самом деле это будут капеллы, это будут частные моления, которые будут восприниматься, они есть, как такие боковые ответвления центрального нефа. Эту идею взяли опять-таки вроде как в возрождении, не помню, говорили ли мы, по-моему, нет. Это такое было еще одно творение Альберти, но на самом деле строил не он, строили по его эскизам, это в манту из Сант-Андреа, где, ну вот, план базиликальный, то есть вытянуто, то есть выступающим, правда, с транцептом на средокрестке их купол, ну вот он избавляется от идеи боковых нефов, вот мы сейчас с вами стоим внутри в центральном нефе и в бок идут часовники, такие большие-большие ниши, то есть практически в чем-то он повторяет строение пантеона, поэтому у нас ощущение, что мы находимся в огромном соборе, действительно он очень большой, и что он просторный, а на самом деле тут пространство центрального нефа, купол будет стоять, ну традиционно на парусах четырех колонн, но делают как можно выше световой барабан или купольную башню, это другому называют, там делают окно, поэтому купол будет всегда барокко вот такой, светящийся. Ну вернемся, как бы вот это взяли за образец и дальше доводили до ума, например, здесь транцепты вот такие раскинувшиеся как руки или крылья или билобарокко, они его сделали гладью. И давайте войдем в церковь Джезу вовнутрь, вот, вы видите вот эту барочную пышность, каждый сантиметр, вот это все, облицовка мрамора, никаких еще мармур, финито нет, ни мраморной крошки нет, это настоящий мрамор, это очень дорого. Вот, и вот как раз мы стоим в центральном нефе, с любой точкой центрального нефа просматривается алтарь открытый, и вот они входы в боковые часовны, здесь мы видим получше. И это все такое часовня, частное моление, такое замиска мраморной ограды, обычно какого-то богатого семейства, ну, который платил за ее украшение, и здесь стоял на службе. Вот, ну, более светлая фотография, вы видите вот этот роскошь, пышность, нагроможденность барокко, вот они, пилястры, собранные в пучки, все в полихромном разноцветном мраморе, золото, лепнина, это все есть, купол на высокой башне с окнами обязательно, то есть самое большое пространство будет вот средокрестки прозорного поперечного францвета. Ну и сейчас мы до этого дойдем, вот так, сейчас мы ставим поближе к гверям и видим вот это все пространство собора. Почему так настаивала барокко на однонефном практически устройстве собора внутреннем? Вроде бы как трехнефная система была отработана и романикой, и готикой, и возрождением. Дело в том, что случилось как раз в 1517 году неприятность случилась католической церкви, а именно с ними случилось протестное настроение, которое назвали протестантизм. Был такой Мартин Лютер, монах и священник августинского ордена из далекой саксонии он был, который по делам ордена побывал в Риме и возмутился тому разврату, тому богатству, тому разбору, тому цинизму, тому поклонению античности, который как раз был в разгаре в папском Риме. И он опубликовал, лично послал епископам тезис, 95 тезисов, тезисы Мартина Лютера, где он как бы осуждал догмы христианской, а именно католической религии. Ну, его, конечно же, сразу же из Рима быстро предали анафеме, папскую буму прислали, он их торжественно сжёг, и в 1517 года начинается движение реформации. То есть реформы церкви сначала начинают литеране, которые пошли за Мартин литером, и, в общем-то, католическая церковь пропустила этот опасный момент. Они думают, что это очередной какой-то веритик, вольнодумец, ну, сейчас побузят, и ладно, успокоятся. Они успокаивались. И дальше пошла вторая волна протестантизма, так называют кальвинизм, вот, а он уже более был настроен воинственно-решительно разорвать всякие отношения не только к павским римам, но и к католической религии. И, в общем-то, итальянцы хватились достаточно поздно, поздно, в середине 16-го лета, напоминаю, Тенниси, Маркина, Литра, Киспица, 17-го, и ответили на движение реформации, движение контрреформации. И вот под эгидой движения контрреформации, то есть движение направлено против реформации католической церкви, и проходит барочное искусство. И основным заказчиком является католическая церковь, которая на примере архитектуры хочет показать верующим, неграмотно так всегда, что есть только одна религия, она же самая правильная, она же самая властная, она же самая богатая, это религия католическая. И вот такая наглядно архитектурная иллюстрация, это вот эти пышные, богатые храмы, на которых жили Веденька, надо сказать, что казна во многом из-за этого опустела сильно павская казна. И вот все потом архитекторы итальянцы расстреляли и прочее, которые поехали за заказами в Санкт-Петербург, почему? Потому что обмещал главные заказчики Италии павской церкви, и они были вынуждены ехать в далекую Россию и искать заказчиков там, ну и находить конечно же. И как бы контрреформация вступила в свою силу, в свою права вместе с решениями так называемого Триденского собора. Это был Вселенский собор, то есть собирались все представители католической церкви всего мира. Длился он очень долго, вы видите его годы 45-63, почти 20 лет, и вот там были выработаны основные решения по борьбе с протестантской заразой. И в частности на нем информация о Триденском соборе будет на следующих слайдах для развития. В частности приняли постановление о том, что верующие во время службы обязательно должны видеть алтарь. Что как раз отсекало вот эти боковые метры, потому что оттуда алтарь не видно. здесь плохо, далеко, через головы, но его обязательно нет. И поэтому стали искать какой-то образец однонепной церкви, где алтарь отглядывался хорошо, и нашли ее в мантуе сверху Андрея. То есть все церкви будут однонепными, с огромным, высоким, широким ментом и боковым потелом. Это вот штандарт, так сказать, стандарт возрождения. Ну и благодаря тому, что вот этот купол поднят на высокую купольную башню, уже барабаном, вот там можно сделать большие высокие окна и хорошо осветить этот собор, поэтому это место будет, средокрестия будет полно света и лишний раз будет подсвечиваться и акцентироваться внимание на аксиде с алтарем. Ну вот все это так выглядит, полюбуйтесь красотой барочной, вот тут хорошо видны мраморы и боковые пределы с алтарями часовни, а каждая часовня побогаче делал как бы свой, личный, персональный, а там могут хочется быть поближе. И вот смотрите какие пышные, слепнины, скозолоты, скопители, как раз опять ломан этот фронтон, и действительно очень красочная бородка и будет еще своды покрыты, будут тоже, каждый сантиметр будет покрыт соответственно крестом. Ну, купол изображает нам, так как это мы церкви и Джезу, я напоминаю, и Иисуса, то его вот купол как раз прославляет Иисуса, но он тут изображен как бы символом Святого Духа, который благодаря Иисусу Святой Дух пребывает как бы с нами, реализация новозалитных розеток. Но, что интересно искусствоведно, это сама роспись даже не купола, а свода. Она очень оригинальная работа, очень молодой художник, генулезец, он Джованни Батиста Гаули, мы его еще в одном месте увидели, и он вот создает такую первую чисто барочную роспись. Барокко любила всякие оптические иллюзии, обожала. Вот колоннада Святого Петра площади, Бернини, посмотрите, там много оптических иллюзий, это упражнялся Бернини. А вот Гаули, он рисовал, он хотел сделать иллюзию, как будто в своде, в крыше собора образовалось окно, и оттуда повалило небесное войско. То есть он как бы хотел создать 3D-иллюзию. В 16 веке, надо сказать, у него это хорошо получилось. Как он, действительно, нам кажется, что произошла пробоина в потолке и оттуда свыла небесное войско на облаках. Облака то черные как тучи, то белые, но вот на них спускаются. И когда вы стоите и смотрите, особенно с определенных точек, вы не понимаете, это нарисовано или это лепнино, а вот это нарисовано или это лепнино. Ну, есть и так, и так, есть и лепнино, есть нарисованное, а что есть что, не скажут, будете отгадывать сами, когда будете стоять в церкви джизу. Обязательно зайдите, можно не помнить все, что я рассказывала, но порадоваться вот этой праздничностью, драматургией барокко, вот сердце радуется. И так раз в Риме. Во Флоренции вы такого не найдете. В Венеции барокко будет выглядеть по-другому. Барокко Рима самая богатая, самая роскошная, самая пышная. Вот. Как он добился такого эффекта? До него дошла несложная вещь как бы акцентировать тени, эти фигуры как будто бы отбрасывают тени. Тени, естественно, нарисованные, но нам они кажутся из-за этого объемными и 3D-особенными. Ну, вот такой вот потолок-обманка, иллюзорные потолки. Первый экспериментатор это Гаули, но потом будет еще много, много всего. Ну, вот вам подсказка в определенном месте на ват это неф. Будет монограмма Иисус Христос сальватор, да, и вот кружочек он будет такой с буквами ИАКС. Вот на нее надо встать, вы получите максимальный эффект от этого замечательного потолка. Ну, сейчас мы с вами просто полеснем детали поближе. Так, конечно, близко потолок вы не увидите, то есть обороченные экраны высокие, сильно высокие, но рассматривайте одно удовольствие. Вот поближе мы видим. Ну, и вспоминаем вот Гранеза, мы недавно с вами смотрели, позднее возрождение, вроде бы еще возрождение, но вот брак в Тане Галивейской, сколько там персонажей, месяча считать, в районе 100. Вот. Еще один шаг, еще 50, он довесит и разместит их чуть по-другому, и будет вот такое барокко, где просто бурление, сплетение тел, настоящая драма, все валятся с неба, наверное, они грешники, и с неба они уже свалились на потолок на свод собора и сейчас рухнут вниз. Вот это то, о чем мы говорим, когда мы говорим о драматичности барокко, происходит некое драма, такое действие, некая драма. Ну, или светлый момент драмы, праведники, куликан-сунямы и все в лучах света, и, наверное, тут идет восхождение. Это была церковь Пильджезу, вот, вторая, которая наследует ее, тоже обязательно посетите, не смотрите на такую относительную строгость посада, внутри будет очень интересно, это церковь святого Игнатия Лайола на Марсовом поле, об этом все будет на платформе, равно так и о творчестве Тарло Модерна, Бернини, вот, Барокко Рима неразрывно связано с именем Джан Лоренцио Бернини, это все посмотрите сами, уже тут много, а что не посмотрите, досмотрите, какой он так, а я бы хотела с вами поговорить про архитектурного оппонента Джан Лоренцио Бернини, вот вы слева видите, Бернини и фрагмент естественно площади Сокровь и Тарл, его оппонентом, противником был Франческо Боррумини, тоже архитектор Барокко, но если Джан Лоренцио Бернини всегда все-таки симметричен при всем своих барочных закидонах, то этот идет, этот такой новатор, что он идет до конца, во-первых, здание при нем получает определенную дробность, то есть оно не воспринимается так, как оно есть, как нечто монолитное, потом оно как будто лишается своей тяжести инертной материи, дематериализация, и его здания постоянно куда-то движутся. Что надо сказать о нем? В отличие от Джан Лоренцио Вернинии, обласканного папам, осыпанного деньгами, любимого женщинами, любимого вхожего в общество, которым прощали ошибки, тоже ошибки были для Лоренцио Вернинии грандиозные, например, он не правильно рассчитал колокольни на посад собора Сво-Петра, они дали трещину пристроения, его отстранили, много всяких историй, все они прощали. Этот был совершеннейший импроверг, необщительный угрюмый, женщин, не любил мужчин тоже, холостяк убежденный, эксцентричный и весь в неврозах. Вот невротик просто психотерапевт НБ нашли своего клиента. Всю жизнь он занимался только архитектурой, это была его страсть. У него очень сложные математические идеи расчеты на телевиден. Мы закончили этот сатуэт, он может жить еще и есть, он решил, что жизнь закончила и покончил с собой, а Требетель, к сожалению, сжег все свои чертежи, рукописи, ему вот вот такой вот конец. Ну, счастлив, до этого он успел много настроить, и дворок Элима обязательно, конечно же, связано Синина и Францеско Борумуни. Первый, пожалуй, самый известный его новаторская церковь, это церковь Сан-Карло Святого Карло на площади четыре фонтана, трех источников трех фонтанов. Две улицы, собственно, улица Патрофонтане, а вот эта, которая идет вниз, а это улица Тверинале, она идет в полную Твериналу. И что ему дали место буквально на углу уже сформировавшейся площади очень небольшое, просто катастрофически небольшое, а в основном Борочный собор это огромные подавляющиеся ружья. И он в этот угол ухитрился встроить буквально нечто, вот этот угол, вот этот собор. Но первое, что обращать внимание, совершенно необычный фасад, ну да, традиционно он поделен на два яруса, но этот фасад волнообразный. Стена, дети мои, должна быть все-таки прямоугольной и ровной по углам в 90 градусов. Но не для Франческо Боромейна. Для него этих законов, этих скучных геометрии, геометрии, алгебры не существует. И он делает волнистую стену. Море волнует и раз, море волнует и раз. Давайте мы посмотрим спереди, вот она изгибается, как у каменной застывшее море. Естественно, карниз не только фигурный, не только ломанный, он волнообразный тоже. фигурный, это же небольшое еще волнующеся пространство он спискивает максимум колонн, везде делает много скульптурных ниш, и разные по форме окна. Мы помним, барокко любила разные окна, двери, разные по размеру, разные по форме. Вот мы видим любимый барокко и любимый баромейни, овал и украшение, так сказать, посадок. И получается, что? Что стена как будто то выступает нам, и эти части лучше освещены, то отступает в грудь. Она с нами как бы играет, как играет морская волна. Когда волна отступает в грудь, она более темная по свету теням. Очень такое сочное выражение идей драматизма, движения, изобилия барокко. Перед нами можно изогнута волнообразная форма фасада. Можно рассматривать. А план вообще такой, который будет вам очень в самой церкви, который будет вам очень трудно видеть. Вот этот волнообразный фасад, он находится вот здесь, мы стояли перед ним. Войти можно и так, и можно сбоку. Когда вы входите, вот тут вы видите план в виде вроде как равносторонний греческий крест, но он весь не прямоугольный, а тоже такой волнистый. Этот относительно равносторонний греческий крест стоит на второй ярус храма. А первый ярус это будет там, где стоим мы, стены, тоже будут они волноваться, будут как море. А сверху всего, значит, волнообразная стена, равносторонний греческий крест, а дальше на все это будет положен овал кукола. Давайте попробуем зайти вовнутрь. Мало того, что она такая сложная по форме, она совершенно необычная по цветовому и по размерному решению, она маленькая и по цветовому решению. Она вся выкрашена в белый цвет, и когда заходишь, это впечатление ну просто что-то потрясает, что тебя абсолютно потрясает, что уже привыкла к этому многоцветью, пышности мрамора и вдруг абсолютная белизна, но какое-то совершенно чудное пространство. Итак, давайте рассматривать ярусы. Вот самый верхний овал, белый, белый, белый. Дальше идет равносторонний греческий крест, но с кругленными ножками, и мы стоим в самый нижний ярус, он вот такой, море волнуется раз, море волнуется два. То есть вы попадаете в орудь и вы вообще не понимаете куда вы попали. Вот ощущение здания, когда мы привыкли к прямому углу, а здесь ни одного прямого угла. Мне кажется, вот будешь искать, не найдешь ни где. Поэтому наш организм, ну это какое-то бывало здание, которое строило в 20 веке, гениальный архитектор Заха Хадид, тоже ни одной прямой линии. Вот очень странное текучее ощущение. Не могу сказать, что прямо оно восторг и приятно, но нечто ошеломительное, непривычное, вышибающее тебя вот из такой сонности, оно, конечно же, и действует. Ну вот так это все выглядит. Вот равна стороне греческой песни, которой постоянно варен кукол, а мы стоим в дневной части. И какой эффект это дает? Кажется, что вот эта масса камня, она белоснежная, она вся светоносная и легкая, ничего подобного, конечно же, и что она постоянно движется, перетекает одно в другое, и вот ты уже в этом ручье, в этом потоке тоже куда ты течешь. Куда? Абсолютно непонятно. Ну и со светом тоже мастерски справлялся варене. Обязательно, когда будете на площади Патрофонтана, во-первых, площадь сама очень красивая, интересная, и рядом Кверинал, Кверинальский дворец, а если пойти по улице Патрофонтана, вниз там Палаццо Барберини, музей древнего искусства, вот, в общем, хороший такой вот угол Рима, который стоит посмотреть. Ну давайте, раз уж мы здесь бросим упомленный взгляд на площадь Пьяца Дали Патрофонтаны, что мы видим, по площади назвать это громко сказано, это перекресток двух дорог Квериналик туда, Патрофонтаны сюда, и на углах здания, углы как бы срезанные, стоят фонтаны четырех рельефов. Работали архитекторы фонтана и дофортоны, и вот они сделали олицетворение реки. Но реки мы будем узнавать по какой-то символике без труда. Вот это, где выглядывает римская вольчица, которая когда-то скормила молоком Рома и Рима, это же, конечно же, река Тимбр. Там, где лежит в папирусах, это река Арно, и дальше две женские фигуры, одна из них Диана, другая Юнона. Посмотрим. Ну, Диана очень просто, она покровительница дикой природы, и вот как раз зверюшки из дикой природы, и лев, и лебедь прибежали к ней. Вот. А Юнона, это богиня олицетворения женской власти, женской силы, женской мощи, она без всяких зверюшек. Ну, фонтаны, мы помним, что фонтана обозначает и фонтан, и источник. Это скорее площадь четырех источников, потому что фонтан под небольшим напряжением мирно журчит вот такая небольшая струя и падает соответственно в чашу. Ну, это одна из моих любимых римских площадей. Если бы, мне кажется, в мире существовало побольше таких вот оформлений обычной переклёстка, мы бы обладали другим чувством красоты и вернём. Мы вернёмся к Манческо Бронили, к нашему психологическому откуда, и ему поручили построить в университете Ла Сапиенца, сейчас это Ла Сапиенца действующий университет, это аналог МГУ в Италии, и это кстати партнер МГУ, когда у нас идут клинические обмены, мы отправляем туда в том числе. Но это большое не стоит, но, к сожалению, в отличие от МГУ, он разбросан под Симу городу и в Сами Сапиенце. По речне о том, существовала такая теологическая школа и где-то давным-давно, где-то в 14 веке к ней решили основать университет более светского параметра, а потом все это объединили. Поэтому название такое странное Лас-Апиенце переводится как мудрость, потому что туда глили экологическую школу. И вот здания неоднократно перестраивались, и вот центральный ансамбль там дали заказ Баранине построить небольшую церковь Святого Иго как раз в Сепиенце. И надо было мало того, что построить, вот эту фотографию вы увидите как символ, как у нас главный здание МГО, это символ университета Сепиенца. Его еще надо было встроить в колонаду внутреннего двора. Давайте посмотрим на план. Вот так если мы поднялись на великоптере на вертолете вверх, мы бы увидели вот это призматическое прямоугольное здание, и которое заканчивается, вот это вписывал в Баранине, вот это соответственно церковь, на газетка правила, но это неправильно, конечно, церковь она, и по этому Сепиенце. План такой, что я не знаю, как вам его описать, но очень если коротко, лучше его описывать по схеме, без схемы вообще берутся два равносторонних треугольника и накладываются один друг на друга, черненькие, но этого правильни показалось мало, у этих треугольников скругляет все углы, и вот мы видим один треугольник, у него углы скруглены в форме выпуклостей, а другой наложенный треугольник, у него углы скруглены по-другому в виде вкуплостей, и вот опять, и когда вы попадаете вот в этот пространство, смотрите за черной линии, вы попадаете в нечто, напоминающее, да, наверное, пчелиные соты, вот так это выглядит внутри, и ваш мозг, биокомпьютер затрудняется сказать, куда мы опять попали, и какие здесь геометрические фигуры, треугольники не вычисляются, шестиугольники не вычисляются, какие-то бесконечные скругления, как будто ты находишься действительно пчелиной соте, вот и купол абсолютно в общем-то такой же, в церкви четыре алтаря по четырем сторонам света, и надо сказать, что опять светлые тона с золотыми, и достаточно светоносные, достаточно светлый такой собор, вот если бы мы вымыли из него кусок, вот как оно выглядит и здесь вот раз смазывается эта шестиконечная звезда Давида, вот, это раз, второе, он вписывал его в призматическое здание, поэтому здесь располагаются аудитории, что он сделал, он сделал вогнутый фасад, как бы как будто бы идут в галереи, ударили в эту церковь и как бы вот такой вектор нашего движения вогнул фасад и он стал вулканом. Мало того, тут вообще везде много символики пчелы, как известная семья была Нобелей аристократии Барамини, и неоднократно представители этой семьи избирались папами. Ну, как избирали, купали остальных кардиналов, и кто богаче был, никого и выбирали. И они были заказчиками, вот эти папы, чтобы польский заказчику, делают всякую пчелиную символику, внутри собор похож на соты, и снаружи вот этот вогнутый фасад, украшенный изящной достаточно галюстрадой, тоже напоминает пчелиные соты снаружи. подлинном как раз Курбанка восьмой был из Барберины. Вот, и вот посмотрим поближе, вот галюстрада, ну, а пчелы, почему Барберины, пчелы были на гирге, пчела это символы и круголюбия и божественной мудрости, не только, и еще по легенде семейный кто-то там из Барберины сильно заболел какой-то предок, и его лечили, как бы сейчас сказали, апитерапией, пчел к нему прикладывали, ну, не знаю, либо пчелы помогли, либо от ужаса человек выздоровел, и с тех пор пчел поместили на герб сниги Барберины. Когда вы видите не последнюю коллекцию Гуччи, какая она, предпоследняя, когда вдруг поползли мухи по сумкам, по ботинкам, по плащам, по пальто. Вот, это не мухи, конечно, вот стеризованные пчелы Барберины, а их Гуччи подхватывают оттуда, как раз из Рима, где много всякой скульптуры, символов пчелы Барберины. И итальянцев это что-то элемент их народной истории. И каждый итальянец видит и говорит, а, это пчела Барберины, образованный итальянец. А мы это увидим, мы видим каких-то ну и помимо вот этого гнутого фасада с оконами, с пчелами, конечно же, гениальное его какое-то сумасшедшее изобретение, это так называемая лантерна. Лантерна это фонарь, который венчает купол. Купол тут совершенно небольшой, но помним, затеявый, смотри. Вот, а лантерна, конечно же, тут в равнине оторвался. Он сделал ее в виде спирали, в виде морской раковины, ну и, конечно, венчал крестом. Нет недостатка в колоннах собранных пучки, нет недостатка в рельефном фигурном карнизе, нет недостатка в скульптуре, нет недостатка в свет и тенях и всего так много, 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 много. Перед нами, конечно же, бородки. Мы в разном освещении, вот лантерна это поближе, ну и просто, конечно, интересно. Ну и напоминаю, что внутренне интерьер выглядит вот так. Да, еще интересно решение, тут окна купольной башни больше, чем окна, которые на первом этаже церкви, и основное освещение идет убране с куколом. Еще где он работал, хотя официальный архитектор был другой, такой Джироламо Райнальди, но как бы Райнальди набросал общий проект, он был папский архитектор, а дальше занялся в Ревендионе. А вот стройка руководил как раз Франческо Буранини, это площадь Нагона, как вы узнали, и сейчас речь пойдет о церкви Сант-Англезе и Агоне, святой Агнессы на Агоне, а Агоном называлось раньше это место. Что сделал Буранини? Вот у него был готовый проект, он по ходу стройки под разными как бы сказали, как сказали с кузой предлогами, он видоизменял вот это все. В частности, посадь, изначально посадь, вот эти колокольни боковые фланкирующие были вплотную к куполу, а Буранини сказал, нет, это будет непрасиво, их надо раздвинуть подальше от купола, чтобы купол как бы представал перед нами как главное действующее лицо на сцене, а это как бы пилястры вот этой сцены. И отделил их от купола специальными такими, мы это называем простенками, которые, конечно же, вы не видите, наверное, вогнутые, так как прямая стена оказалась вороньми просто оскорблением. И получился такой величественный, полный достоинства, выступающий как король на высокой купольной башне, барабанной высокой вот такой купол. И вот такая изящная церковь святой Агнессы. Но святая Агнесса нам ничего не говорит, а церковь популярна в Италии святая, которая ранее христианка, мученица, хотела сохранить свою детственность, отказывала знакам Нобелем, те сдали в личный дом, но Господь и Бог в нее выступился, когда приходили клиенты, они теряли свою мужскую силу, долго ее там мучили, с трудом ее уморили, она приняла мученство. Вот такая святая Агнесса, но речь сейчас не о ней, а речь о хране в честь нее. И вот мы видим поближе эти вогнутые простенки и раздвинутые внутри вполне себе барочная роскошь, что мы видим репнину, золоту, полихромный многоцветный мрамор. Что еще интересно, в этой церкви четыре алтаря по всем сторонам света. Вот, и внутри, я нашу фотографию, я бы не нашла в интернете, там не знаю, как ее сделать, как бы вот по куколу мы понимаем, что вот в четыре места идут четыре алтаря и вот так они выглядят. И все это украшено мрамором, росписями и вот все это как раз ну на куполе обычно представляли кипящее такое небо, вспоминаем Пармский собор с лягушатником старайджо. Да, вот это все вот эта традиция, когда небеса как бы вскипают облаками святыми и святую организацию ведут соответственно на небеса. В общем, будете напьяться на вонах, зайдите, посчитайте четыре алтаря и как раз Гаулия знакомая нам, вот он здесь расписывал паруса кукола, как ни странно нарисовал здесь не четырех евангелистов, как требует, требует фанон церковный бизантийский, а здесь рисовал такие аллегорические фигуры, которые аллегорически представляют какие-то человеческие добродетели. Справедливость, мужество, благоразумие и умеренность. Ну вот будете так, вы смотрите, кто есть там в оборожении, кто мужество, кто умеет. Ну давайте на этом практически все. Единственное, что я сейчас не хочу залезать в палацу Барберини, единственное, что помните, это вот если идти от Патрофонтана вниз попадаете в палацу Барберини, там находится музей древнего искусства, по древнему искусству понимается, для Арканхита понимается, как раз там много прекрасной коллекции возрождения, но сейчас, чтобы вам голову не забивать, здесь же находится знаменитая овальная лестница Франческо Барамини, построена по его проекту. Действительно головокружительная лестница, похожую вы видели в Ватикане. Вот. Но первая образец это как раз вернусь. что он сделал? Ну, любимая форма овала это раз, этот овал загибается в спирали, это два, и дальше все-таки он делает колонну, несущим элементом вот этих овалов, которые идут по спирали. Но дело в том, что овал идет вверх достаточно резко, и колонны получаются разного размера, и он их ставит на определенные постаменты, и постаменты этот будут по мере подъема периода люстрады будут сушить. Это сделано в мраморе, вот, красиво, и все течет, все гнется, все овальное, опять, ни одной прямой линии, кроме поневоле, несущей колонны, и так, как-то приконцовывает и стремится вниз. Я надеюсь, что я дала вам представление о в мраморе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!